Создание комфортной среды для жизни людей является одной из важнейших составляющих работы администрации Одинцовского района. Обустройство новой зоны отдыха в Горках-десятых полностью соответствует этому направлению деятельности муниципальной власти. Работы стартуют в 2019 и полностью завершатся в 2021 году. На первом этапе пройдет начальное благоустройство рекреационной зоны. Она расположится на 10 гектарах на окраине населенного пункта и свяжет удобной тропиночной сетью важнейшие социальные объекты. Давайте точно проговорим, что получается в 2019 году, что в 2020. Исходя из нашего же опыта, мы обычно начинаем с дорожно-тропиночной сети, а потом потихонечку, исходя из денежных средств и возможностей, добавляем активности. Но сразу даем возможность жителям пользоваться благоустройной территорией, гулять, кататься на велосипеде. Это уже будет большой плюс для местного населения. Как у вас разбиты этапы, сколько это стоит. Парк разделят на три основные части – культурную, спортивную и зону барбекю. Здесь же построят сцену, которая сможет принимать различные конкурсы и фестивали. Кроме того, в третьей части парка будут созданы тренажерные, мини-футбольные и волейбольные площадки. Очевидно, место быстро станет популярным не только у окрестных жителей. Многое еще предстоит продумать. Пока парковок для автотранспорта вообще не вижу в концепции. Да, нужно делать с запасом. Андрей Иванов предложил разработчикам и руководству поселения провести соцопрос и выяснить, чем еще местные жители хотели бы наполнить будущую рекреационную зону. Очень важно, чтобы сами жители принимали самое активное участие. Чтобы все категории людей, которые здесь проживают, и маленькие дети, и дети постарше, и их родители, и бабушки, и дедушки, все находили в этом парке уют, комфорт, необходимые активности, площадки, беседки. Все для того, чтобы проводить свое свободное время, досуг на свежем воздухе и получать от этого удовольствие. Поселок развивается, и мы поспеваем со строительством инфраструктурных объектов. Строительство дома культуры, строительство детского сада и создание парковой зоны – это как раз те вещи, которые были даны нашими жителями в виде наказов, и которые сейчас мы воплощаем в жизнь. Кроме того, проект содержит в себе и самую настоящую мега-составляющую – создание единой велодорожной сети, которая объединит сразу несколько поселений нашего района. Одинцовская, Успенская и Барвихинская. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.